Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. С отсылкой в прошлое. События Великой Отечественной войны глазами молодых, ищущих творческих и, безусловно, талантливых людей. В Вобруйске прошла презентация фильма победителя международного фестиваля «Евразия ДОК». Как это было? Фликер может спасти жизнь. Семь дорожных транспортных происшествий с частями пешеходов произошло в темное время суток. Госавтоинспекторы усилили контроль за пешеходами. Во сколько обойдется нарушение? Тотальная ликвидация. Отзывы очень хорошие. Вещи носятся очень долго и сохраняют вид. Магазин «Депо Лап» делает скидку 70%, где приодеться к новому сезону. А также память поколений, запрет на ловлю и сниженный подоходный. В стране появятся бонусы для многодетных работников. Когда? Рожденный на Невском пятачке, Бобруйск стал первым городом в стране, где прошла презентация документального фильма, посвященного Великой Отечественной. В чем уникальность ленты? Давайте посмотрим. Невский пятачок – это небольшой клочок земли, который на карте можно было закрыть одной монеткой в достоинство 5 копеек. Это земля, которая буквально пропитана кровью солдат, которые пытались прорвать блокаду Ленинграда уже в сентябре 1941 года. А рожденный на Невском пятачке – это потрясающая и трогательная история о молодом человеке, который 7 лет все свое свободное время проводил на плацдарме Советской Армии на правом берегу Невы, помогая поисковым отрядам находить погибших во время боев по освобождению Ленинграда от блокады. Главный герой картины – Дмитрий Паштаренко. Съемки документального фильма велись на протяжении 5 лет при финансовой поддержке Министерства культуры России. Для меня в тот момент было откровением, что ребята из Ленинградской области удивительно искренние, простые, какие-то человечные. В свое свободное время занимаются поисковыми работами, поднимают бойцов, захоранивают, устанавливают имена без вести пропавших. И Димка, как командир поискового отряда «Шлиссельбург», зажигал всех в округе тем, что нужно копать, 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 копать. И невозможно было не поддаться той харизме. Эта лента стала одной из лучших на международном фестивале документального кино стран СНГ «Евразия ДОК». По инициативе Белорусского союза журналистов, премьеры фильмов-победителей в этом месяце проходят в разных городах Белоруссии. Бобруйск стал первым в стране, где презентовали именно эту картину. Открытый показ прошел в кинотеатре «Товарищ». События Великой Отечественной войны глазами молодых, ищущих, творческих и, безусловно, талантливых людей. Молодых ребят, которые с 12-13 лет приняли участие в раскопках на местах тяжелейших боев прорыва блокады Ленинграда, находили вещи и от этих даже во многом тактильных эмоций и чувств заразились темой реконструкции событий Великой Отечественной войны. Бобруйск и Питер неразрывно связывают события Великой Отечественной. Через ленту наследники Великой Победы глубоко проникаются духом тех самых событий. Посмотреть полнометражную версию, рожденную на Невском пятачке, уже можно и на Ютьюбе. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360. Плиты братской могилы советских воинов на Минской отправлены на реконструкцию. Часть из них сняли, чтобы нанести именно погибшие техникой пескостроя, а также внести персональные данные красноармейцев, которые установили во время проведения архивно-исследовательских работ в 2020-м. Остальные отреставрируют в следующем году. Это входит в госпрограмму по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. Ремонтные работы проведены за счет средств бюджета. Недавно, напомним, на братской могиле установили подсветку светодиодными фарами. Теперь фигуру Георгия Победоносца видно издалека. Всего на территории Бобруйска 33 воинских захоронения и 15 памятных знаков. Шефство над ними ведут организации и учреждения города, тем самым сохраняя память поколений с благодарностью за мирное небо над головой. Сбор инициатив, бонус для многодетных и продуктовая корзина. Белстат опубликовал список товаров, которые прибавили в цене в прошлом месяце. Что туда вошло? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Общественные приемные открылись в большинстве регионов Беларуси. Они станут центром генерации идей жителей, от которых ждут предложения по вопросам конституционной реформы и другим актуальным проблемам. Прозвучавшие на встречах идей лягут в основу подготовки Всебелорусского народного собрания. Общественная приемная в Бобруйске начала свою работу накануне. Все подробности на сайте исполкома. В Беларуси хотят снизить подоходный налог для многодетных сотрудников. Сейчас разрабатывают соответствующий законопроект. По словам специалистов, налогом будет облагаться не вся сумма заработной платы, а только часть после вычета льгот. Чем больше детей у работника, тем выше льгота. Предусмотрены и другие меры поддержки многодетных. Например, семьи с тремя и более детьми освобождаются от налогов на землю и недвижимость. Но только если участок и жилье используются не для предпринимательской деятельности. БелЖД с 13 декабря вводит новый график движения поездов. В нем расширена маршрутная сеть межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Так впервые перевозки в сообщении Минск-Могилев выполнит комфортабельный состав. Также в новом графике будут ходить поезда бизнес-класса Минск-Пинск. Кроме того, увеличить частоту курсирования между Минском и Витебском. БелСтата публиковал список продуктов, которые прибавили в цене в прошлом месяце. Сюда относятся свежие огурцы, красная икра и помидоры. Выросла стоимость растительного масла, не считая оливкового. При этом на некоторые продукты цены снизились. Это яблоки, цитрусовые, морковь, груши и лук. Подорожали только табачные изделия и алкоголь. Кроме товаров в Беларуси выросла стоимость услуг в среднем на четверть. Ловить европейскую ряпушку запрещено в рыболовных угодьях страны с 15 ноября по 20 декабря. Это связано с ее нерестом. Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб. Ее максимальная длина не более 25 сантиметров. Внешне, похоже, на сельце обитает в водоемах Витебского региона и некоторых озерах на севере Минской области. За добычу каждой особи нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин. Это 243 рубля. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением болевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели выписаны 92 266 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 109 357 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 750 021 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Обязательный масочный режим ввели еще в нескольких районах Беларуси – Кличевском и Кличевском Могилевской области. Раньше такие меры от COVID-19 предприняли в Могилеве, Гомельской области, Полоцке, Бобруське, Полоцком и Осиповичском районах. Теперь только в средствах индивидуальной защиты можно посещать торговые объекты, развлекательные заведения, аптеки, учреждения здравоохранения и образования, административные здания, деление банков, связи, почты и другие. Те места, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Штраф или жизнь с приходом осени пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП. А иногда и их причинами. Нередко сами граждане забывают или игнорируют ПДД. Переходят в неположенном месте, а в темное время суток отникиваются от фликера. Госавтоинспекторы напоминают – нарушение правил дорожного движения пешеходам влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. А за пренебрежение с это возвращающими элементами можно и вовсе поплатиться здоровьем или жизнью. Статистика, к слову, неутешительная. За 10 месяцев текущего года на дорогах города произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, из них 20 с участием пешеходов. 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в темное время суток и у всех пешеходов не было светозвучающих элементов. Фликеры позволяют замесить человека минимум за 150 метров, в то время как необозначенный пешеход виден всего за 30. Избежать наезда в такой ситуации практически невозможно. Скидки, акции и специальные предложения. 11 ноября отмечают необычный праздник – Всемирный день шопинга. К этой дате, как правило, для покупателей одни бонусы. Где тотальная ликвидация мужской одежды в Бобруське узнала наша съемочная группа. Рубашки и джемперы, свитшоты и парки, брюки и джинсы. Только в Депо Лаб тотальная ликвидация всего товара. Буквально на все скидка до 70%. Здесь покупатели могут приобрести трендовую, а главное – качественную мужскую одежду фабричного пошива фирмы «Симвуд». Вся джинса сейчас по скидочке идет 45 рублей. Независимо, классика или модельная такая джинса. Брючки по 40 рублей. Рубашечки на распродаже у нас сейчас по 25 рублей. Баечки 40-45. Отзывы очень хорошие. Вещи носятся очень долго и сохраняют вид. Поэтому постоянных покупателей у нас очень много. Размерный ряд от 29 до 38. Найти вещь по стилю здесь может клиент любого возраста. В ассортименте как классика, так и модели сезона 20-21. Стоимость на пуховики варьируется от 150 до 200 рублей. Новая моделька пальто зимнее. Оно идет на синтепоне. Зад в пальто – нейлон. Стоило оно 285 рублей. Сейчас оно на скидке 150. Есть пуховик. Натуральный мех. Тут пух. Тоже до минус 40 градусов. Тоже скидочка. Сейчас оно 200 рублей. Соотношение цены и качества и эксклюзивный интерьер. Тотальная ликвидация продлится аж до нового года. Покупатели ждут по адресу Социалистическая 93. Режим работы бутика с 10 утра до 6 вечера. Суббота и воскресенье до 5. Понедельник – выходной. Спишите за покупками. Мария Белесневич, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Анастасия Шевцова с обзором громких криминальных новостей недели не пропустите. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!